В центре Грозного прошел митинг, призванный показать единство чеченцев против семьи Ингулбаевых. По мнению чеченских властей, она стоит за критикующим правительство Кадырова анонимным телеграм-каналом Адат. Перед собравшимися выступили спикер парламента Чечни Магомед Даудов, Муфтий Салах Межиев, другие официальные лица из ближайшего окружения Рамзана Кадырова, семья главы Чечни. Судя по опубликованным с места митинга кадрам, на площади собрались несколько тысяч людей. По наблюдениям собеседников «Кавказ.Реалии», на акцию пришло до 30 тысяч человек. Хотя местный госканал уверяет, что их было более 400 тысяч, для сравнения, население Грозного на январь этого года – 324 тысячи человек. Местные СМИ называют митинг несанкционированным, хотя с обеда 1 февраля бюджетникам рассылались сообщения об обязательном участии в мероприятии. О том, что акция готовилась, говорят и заранее напечатанные типовые плакаты с перечеркнутыми фото семьи Янгулбаевых. Их демонстративно ломали, били палками и топтали. Тут же находился импровизированный костер, в котором жгли фото отца и сыновей Янгулбаевых. Несмотря на действующие в республике жесткие противоэпидемиологические ограничения в связи с коронавирусом, массовое мероприятие прошло без вмешательства полиции, а его участники стояли без масок на лицах. Собравшиеся выразили свой решительный протест оскорблением великого шейха, Авлия Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость, со стороны семьи Янгулбаевых и попросили добиться всеми силами их экстрадиции в Россию, говорится в новости государственного чеченского телеканала. Также собравшиеся требовали от президента России Владимира Путина привлечь к уголовной ответственности журналиста «Новой газеты» Елену Милошину, основателя правозащитной организации «Комитет против пыток» Игоря Каляпина и прекратить деятельность в России «Новой газеты» телеканала «Дождь» признан в России выполняющим функции иностранного агента и самого «Комитета». Накануне митинга телеграм-канал Адат опубликовал скрины переписок из чатов в мессенджарах, где студентов мужского пола обязывают явиться на митинг. От них также требовали надеть религиозные головные уборы. Примеры такой же переписки приведены и по бюджетным организациям Грозного. Власти Чечни сами раскручивают эту историю, не понимая, что говорят и делают. Знакомые из Чечни, с того же митинга, присылают фотографии и говорят, нас сюда пригнали, не верим. Это демонстрация испуга власти Чечни. Кадыров чувствует, что теряет поддержку Кремля. Он хочет показать Кремлю массовую поддержку чеченцами, но Кремль пока дистанцировался от этой истории, просто наблюдает, рассказал Кавказ, реалии правозащитник Абубакар Янгулбаев. Он также отметил, что митинг выглядит максимально искусственно и, скорее, еще сильнее озлобляет жителей Чечни. Вот отзыв Абакара Янгулбаева на митинг, прошедший в Грозном. Наверное, вы хотите услышать мои комментарии касаемо происходящего. Ну, а как это комментировать? Несколько дней власти Чечни рассылали сообщения чеченцам с требованием прийти на митинг. В аккаунтах социальных сетей представителей власти появились посты с проклятиями в сторону нашей семьи и конкретно меня. Сейчас эти люди топчут наши фото. Жгут их, машут идентичными, будто напечатанными в одной типографии, транспарантами с проклятиями. Делают ли это люди по своей воле? Не уверен. Пугает ли это меня? Нет. Потому что знаю, что за показательной картинкой стоит иная правда, что на самом деле народ поддерживает нас. Эти две недели я получаю множество слов поддержки. Читаю положительные комментарии под моими интервью. И это сильнее 400-тысячного «митинга». Что меня беспокоит больше, так то, что сегодня маме избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Вновь закрыв глаза на то, что это противозаконно. Что при ее заболевании держать ее под стражей нельзя. Это происходит одновременно с публичной демонстрацией страха в центре Грозного. Получайте, Янгулбаевы. Террористы и безбожники, так, наверное, думает Кадыров, наблюдая за происходящим в эфире ЧГТРК. Пускай думает дальше. Пускай угрожают отрезанием голов и требованиями к другим государствам сдать нас России. Что действительно важно, моя мать. Заложница этого страха. Она не должна быть там. Она должна быть дома с моим отцом в Нижнем Новгороде. Теперь слушаем версию комсомольской правды и официальной пропаганды. Жители Грозного вышли на митинг с требованием привлечь к ответственности семью экс-судей Янгулбаева. В акции приняли участие более 400 тысяч человек. В Грозном прошел митинг против семьи бывшего судей Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Участники акции требовали привлечь членов семьи к ответственности за пособничество терроризму и оскорбление чувств верующих. По информации ТАСС, митинг проходил спокойно. Несмотря на то, что он не был согласован с властями чеченской столицы, правоохранители никого не разгоняли. Как передает Грозный информ, в акции приняли участие более 400 тысяч человек. Как писал сайт kr.ru, бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью после того, как его жену Зарему Мусаеву задержали в Нижнем Новгороде. Напомним, на этой неделе суд арестовал заочно одного из сыновей бывшего судей Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, он объявлен в федеральный розыск. Теперь послушаем некоторые комментарии из источника «Комсомольская правда». Ник Арчер. Сегодня, в 16 часов 43 минуты. Россия, Смоленская область. В этой новости прекрасно все. И собрание во время эпидемии. И незаконный митинг. И требования по наказанию тех, кто является родственником того, чье предполагаемое преступление, вообще никем не доказано. Чем больше таких новостей, тем больше становится «любовь и обожание» русских, к этим регионам и их обитателям. Еще немного, и люди начнут создавать региональные арийские братства. А кремлевские, сидят на заднице ровно и в ус не дуют. А че такого-то? Это ж все не в Москве происходит. Да и вообще никак не вредит их власти и баблу. Интересно, сколько еще подобной дичи должно произойти, чтоб народ проснулся? Ник, а если не придем? Сегодня, в 16 часов 42 минуты. Россия, Красноярский край. Все 400 тысяч знают, кто такой этот судья и его семья. Ну честно, кто в это верит? Ник, к ним зараза не пристает. Сегодня, в 16 часов 44 минуты. Россия, Москва. А в Москве у магазина полицейские женщин без маски насильно запихивают воронок и увозят в участок для составления протоколов. Ник, она. Сегодня, в 17 часов 41 минута. Россия, Москва. А в кулуарах власти дрожат все, а коли пешком эта масса пойдет до Кремля, и не челом бить, а по дороге свое оружие прихватят. Боюсь, там наверху сейчас отдадут этих мнимых овец Янгулбаевых на заклание, головы резать, еще и место лобное на главной площади очистят и откроют, чтоб не случилось чего серьезного, и всех заставят наблюдать за казнью, как во времена Грозного, но не города. В середневековье возвращается вместе с Игом. Ник, мимо шел. Сегодня, в 18 часов 1 минуту. Россия, Оренбургская область. 400 тысяч народу и без масок, да еще не согласовано, кому-нибудь за это досталось. Ник, Ирина. Сегодня, в 18 часов 38 минут. Россия, Москва. И для кого этот средневековый спектакль разыграли? Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал Игорь Негода.